Результаты мониторинга съедаемости продуктов детьми в школьных столовах за прошлый год показали, многие учащиеся практически не едят завтраки. Несколько раз была на дегустациях и видела своими глазами, что на самом деле очень много остается, детки не съедают, ну и как бы жалко переводить продукты. Поэтому хотелось бы предложить, чтобы рассмотрели такой вопрос, чтобы на самом деле как-то завтрак был более легким, и чтобы к обеду они уже проголодались и все хорошенько съедали. Актуальным для меня на данный момент становится вопрос о питании детей, где сочетается завтрак и обед. Если ребенок питается в школе, выбирая завтрак и обед, у нас получается, что не всегда съедается полностью порция. Возможно, вот какие-то будут вот эти моменты затронуты. Поэтому организация питания вновь во главе повестки. И решить этот вопрос нужно до первого сентября. Мы в этом году по поручению главы города будем во всех школах, начиная с пятого класса, организовывать шведский стол. Можно сказать шведский стол, можно сказать разнообразное меню. Что нас к этому подтолкнуло? А подтолкнуло, уважаемые родители, то, что когда в школу приходишь, смотрим завтрак, смотрим обед, в начальной школе в среднем звене, в старшем звене, очень много отходов. В течение прошлого года проводили анкетирование среди учащихся, чтобы узнать их предпочтения и на этой основе сформировать меню. Список блюд не обещает быть таким же широким, как и в ресторане. Но у школьников теперь появится выбор. Что нового у нас будет в организации питания? Новое будет то, что брокеражная комиссия теперь будет ставить оценку за приготовленное блюдо. А это в соответствии с законом, здесь у нас нет никаких нарушений, и мы имеем право поставить отлично, хорошо, удовлетворительно, и не принять, если блюдо приготовлено на два. Оценочный подход сделает более точным и организованным процесс приготовления блюд. Еще более тщательным станет выбор продуктов у поставщика, чтобы исключить любые проблемы с качеством сырья. 21-я школа – одна из девяти, где по договору с оператором питания проводят капитальный ремонт пищеблока. Все присутствующие своим глазами увидели, как изменится столовая и на каком этапе реконструкция кухни. Качество работ нареканий не вызвало. Теперь главное, чтобы качественно изменился подход к накрытым столам. Со стороны персонала сделать меню более вкусным, а со стороны детей оставлять пустые тарелки. Кстати, родители смогут узнать, что предлагают повара. Меню следующего дня будет рассылаться в мессенджерах.